Всем привет! Мне кажется, творческие люди чаще других сталкиваются с непониманием. Со стороны нормальных людей рисование это занятие бесполезное, да еще и неприбыльное. А даже если и прибыльное, то что такое рисование? Это не сложно, так каждый может. Да и кому вообще нужны эти ваши картиночки? По-моему, сложнее всего в этом плане убедить родителей, что профессия это хорошая и нужная, а у иностранцев это чуть ли не самая востребованная вещь, ведь они только и делают, что тратят все свои деньги на арт. Даже при использовании всех аргументов и умалчивании минусов, некогда родители поменяют свое мнение или хотя бы примут вашу точку зрения. Взрослые люди уже имеют свое мнение, которое сложно изменить, да и если честно, не всегда это необходимо. У каждого свой опыт в этой сфере и кому-то явно повезло с понимающей, ну в этом плане, семьей. А я бы хотела поделиться своим опытом и рассказать, как я пережил токсичных родителей, ведь это сейчас может кому-то помочь. Ребят, просто хочу сказать, что это не сборник советов. Я делюсь своим опытом и рассказываю, как прошел этот период неприятия моего хобби. Ладно, погнали. Я начала рисовать лет в 14, когда была в средней школе. Я уже рассказывала в видео с подругой, как я начала рисовать и не буду повторяться, так что если вам интересна эта тема и другой формат, я просто оставлю ссылку в описании. Мне очень-то и важно, почему конкретно я начала это делать, но обычно за пределы дома я не выносила свое хобби. Я тогда это делала просто в свое удовольствие и даже не думала заниматься этим серьезно. Ну, то есть мне хотелось бы рисовать получше, ну чисто для себя. Ведь на тот момент, даже если бы я и захотела постить свои арты в какую-то соцсеть, то таких, наверное, не было. Хотя, скорее всего, я просто не знала, что так можно делать. В общем, уроки были для меня занятием нудным. И я начала носить в свою еще одну тетрадь, чтобы рисовать. Так и начала скетчить в школе от скуки на уроках и переменах, что привело меня к небольшим проблемам. Меня заметили учителя и, конечно же, отругали. Но это было бы вообще не страшно, потому что родителям они не сказали, а просто начали мне припахивать рисовать для класса всякие плакаты и прочую хрень. Честно, лучше бы просто рассказать для родителей. Было бы проще. Но нет. Так у меня появилась дополнительная нагрузка после уроков с обязательным рисованием для школы, от которого сложно было откосить. Ведь за эту работу ставили хорошие оценки в другие предметы, которые, ну, очень были мне нужны. Мама была уверена, что я немного, как бы, мягче. Ну, вру, в общем. Не верила она, что мне надо было столько рисовать. А чаще всего так и было. Тема была определенная, а как и кого рисовать вообще не важно было. Но я и делала, что умела. Анимешных девочек. Но со стороны родителей правда выглядело так, словно я ничего не делаю. Так что винить их не могу. Я не была по девочке, так что для меня соврать было чем-то нормальным. Не делайте так. Я скажу честно, не была талантом. Но была я единственная в классе, хоть с какими-то художественными навыками. Так что учителя посоветовали родителям отдать мне в художку. Рисовать я хотела, а ходить в художку вообще нет. Но тут мои родители тоже были согласны. Художка стоит денег. И тратить деньги на подобную ерунду, ну, им просто не хотелось. Именно с этого момента начался весь токсик от них. Каждый раз, как меня видели с карандашом в руке, мама начинала тираду о том, что лучше бы я занялась математикой. Ведь по ней у меня пятерки одни. А надо бы повыше. Хотя при чем тут вообще уроки? Я рисовала дома, в свободное время. А если я не рисовала, то смотрела аниме на компе или на DVD, которая стояла в общей комнате. Тут, кстати, подключался и отец. Ему вообще не нравилось, что я что-то свое на телевизоре смотрю. А там еще какие-то страшные мультики. Лучше бы ну погоди посмотрела. Эйд, кстати, он серьезно так говорил. Слушать каждый день такое вредно для нервов. Но я сдалась. Ну чипа как сдалась? Я просто перестала рисовать дома. Теперь я это делала в школе и у подруги дома. Стало и правда легче, но не сильно. На самом деле этот период длился недолго, потому что постоянно сидеть у подруги дома, но как-то не очень. И учителя сдали мою маму лично. Так что надоело, что я не занимаюсь учебой и все равно она жаловалась ей. В общем-то ничего и не поменялось. Мои родители не запрещали мне рисовать, даже покупали материалы и книги. Ну а мама вечно повторяла, что профессия это непрестижная. Надо идти юристом. Нестабильная работа у художников. Живут, они плохо и голодают. Конечно, это стало звучать менее токсично, но все равно слушать такое постоянно как-то ну не очень. Даже если это отчасти и правда. Сейчас я не живу с родителями, но отношение у них все еще такое. Гвайт позвонит, она мне спросит, что я делаю, а я рисую. И вот вроде уже ничего не говорит такого, но слышно, что это не то, что она хотела бы услышать от меня. Но честно, лучше уж так. Моим родителям важно, чтобы я работала, ну хоть где-то. Тогда им вообще плевать, чем я занимаюсь в ней работой. Хотя это тоже с натяжкой. Вообще, по их мнению, после работы идеальная дочь должна наводить порядок в доме, готовить. Ну может посмотреть сериальчики о любви и просто лечь в спать. Все современные хобби типа игр, это вообще ловушка стены. Вот в нашем детстве такого не было. Было вообще детство, если бы существовал универсальный совет, помогающий справиться с токсичными родственниками. Но, увы, такого нет. Им стало легче после того, как я начала работать в нормальной работе. Видимо, они думали, что я захочу связать свою жизнь с рисованием, что, конечно, ну правда отчасти, но не на данный момент. Могу лишь посоветовать искать поддержки у других людей, а родителей просто оградить это подобно. В интернете есть люди, которым вы интересны. Ну, наверняка есть. Не стоит сдаваться и опускать руки. Тот период для меня был не самым лучшим. Но сейчас меня просто не волнует, что семья думает о моем занятии. Есть другие люди, которым это интересно. Так что старайтесь для них и для себя. Ну, как-то так. Надеюсь, это было хотя бы интересно слушать, а то я не привыкла делиться, ну, прям такими вещами. Хотелось помочь кому-то, ведь на самом пути я встречала кучу артеров с проблемами в семье. Даже вот недавно мне писал мой подписчик, спрашивал, как себя вести в такой ситуации. Так что это меня немножко и подтолкнуло к этому ролику. Всем спасибо за просмотр. Буду рада вашей поддержке, ведь сейчас она мне нужна как никогда. Хорошего вам настроения и до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok